Так, всем доброе утро! Бодер то! Хеллоу, бонжур! Так, и так, значит, собираемся мы на... Уже даже со счета сбились. Надо как-то сделать номера уроков, чтобы прямо каждый раз радоваться тому, что уже подряд столько дней мы учим Тору. Анастасия Давыдова, доброе утро! Шалом! Все, дерни, Нивня. Топовый поклонник. Видно? Виталий Лошко, Бухтертов из Витебска. О! Ева Исмаилова. Анна. Привет, Яков Шатадин. Все. И так, значит, мы продолжаем изучать уже третья у нас глава. И, как я понимаю, третья глава, она практически вся идет с намеком на то, как не согрешить. То есть, как не согрешить, потому что когда человек выбрал правильный путь, то тогда ему тяжело идти по этому пути. Это очень интересно, кстати. Вот если взять первое, как глава, пертевод, глобально показывает все возможности. Вот взгляд Торы работает все вот так. На трех вещах стоит мир, откуда Тора взялась, мы изучили. Главные, главные, такие основополагающие, аксиомы, фундаментальные вещи. Да, это была первая глава. Там семья, друзья. Да. Вторая глава, это как сделать выбор. Все, сделали выбор, допустим, человек выбрал себе путь. Все. А теперь, значит, третья глава, как не согрешить, как не сбиться с пути. Значит, первая нам была совет от Акавия бен Меалалель. Он нам сказал, что надо все время думать о трех вещах, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем ты будешь держать ответ. То есть, это очень помогает быть в тонусе, да? Откуда ты пришел, это из капли, да? То есть, ты как бы все твои... Это очень интересно. Когда ты воспринимаешь себя как просто история, то совершенно другой взгляд на мир. То есть, вот тело это из капли вышло из сперматозоида, одна клетка, которая развернулась в какую-то конструкцию, и эта конструкция, вторая часть, куда ты идешь в могилу, она уйдет в... Ну, рассыпется. Это факт. А кто я такой? Я это постоянная история. Голос в голове, который мне что-то рассказывает. Вот все. И потом ты понимаешь, что фильм о твоей жизни будет показан перед Богом, да? То есть, это я, когда пришел в Ешиво, когда пришел в Ешиво, я помню, у нас там был такой раввин, Равхаим Шаулов его звали. Равхаим Шаулов. Все раввины разные, да? То есть, все раввины, особенно те, которые... раввины, которые пришли из среды нерелигиозные. Даже те, которые родились религиозными, они все разные. 70 лиц у Торы. Есть хасиды, литовские раввины, есть более глубокие, менее веселые, невеселые. То есть, разные. А которые пришли из нерелигиозного мира, они вообще еще более разные. Потому что на них накладывает отпечаток та среда, в которой они росли, да? И вот я учился, был, например, один раввин был, Рав Ильяу Эсос. Рав Ильяу Эсос, он был в 26 лет уже доктор наук. Там математика, логика, гений вообще математик. И он еще в советское время, он когда познакомился с Тором, он сам выучил всю Тору, Шулханору, гений такой, да? И у него совершенно такой один взгляд. Потом Рав Ханок Лернер. Рав Ханок Лернер, он до того, как стал религиозным, он был очень духовный человек. Он был учеником как по Шри Аурабинда. Он был такой весь мистик, пневмит такой, да? То есть, он занимался йогой, он вегетарианец, он такой весь на духовности. Ну, то есть, он... Это вот... А Рав Ханок Шаула, он был, до того, как стал раввином, он был во всесоюзном розыске за экономические преступления. То есть, я учился вот этих очень разных раввинов, да? То есть, это Равесос, это математик, там, логика вообще, доктор наук. Рав Ханок Лернер, мистик такой и духовный человек, который, ну, именно такая духовность, которая идет из такого самоисследования, да? Из осознанности. И Рав Ханок Шаула, он был во всесоюзном розыске за экономические преступления. И мы называли его уроки, назвали Тора по понятиям. Тора по понятиям, значит. И он говорит, вот ты придешь туда, да? И покажет тебе весь твой фильм, как это все, как ты все там ты в жизни надел. Понял? Он такой, одного такого, опа так, и прям, ну, его так, не ударил, но так, он такой, он говорит, вот, видишь, вот так вот, это тебе сейчас, мол, тебе сейчас страшно, когда я тебя даже не ударил. А когда тебе соберут всех твоих родственников, которые уже давно умерли, сядут, тут Маша Рабейну будет сидеть, тут, значит, мудрецы все говорят, ну, давайте теперь посмотрим фильм, как он себя вел. И покажет на большом экране все твои преступления. Ну, представляете, да, представляете, Это, это как раз вот, насчет того, что, что, нас еще это предупредили в начале, в самом, что, посмотри на три вещи, и ты не согрешишь. Айн Руа, глаз, глаз видит, озн Шума, туха слышит, вы кольма, сейха, вы сэферник тавимы. Все твои дела, записаны в, в книгу. Хорошо, друзья, так вот, значит, вот нам напомнил, Акавия Бен Меалалель, нам напомнил в первой мишне третьей главы о том, что, смотри на эти три вещи, и ты не согрешишь. А сейчас вторая мишна, она начинается, она начинается так. Раби Ханина, есть Ханина, говорят, и есть Ханания. По-разному его называют. Но главное, Зган Акоаним, он был, он был помощник коинов, да, сейчас я разъясню, что за помощник коинов. Омер, Ави, Ави Митпалель Бешломашель Малхут, он говорил так, Митпалель, молись за мир Малхута, за мир царства, за мир царства, молись за мир царства, альмала мураа, если бы не страх перед царством, ише треу хаим балау, человек ближнего бы своего, глотал бы живьем. Вот так вот он сказал, представляете, человек ближнего бы своего, он бы глотал живьем. Теперь давайте в этом разберемся. Первое, кем он был, Зган Акоаним, он был помощник коинов. Значит, была такая история. Коин, первосвященник, это был, ну, как самый высотий статус в еврейском народе. он заходил, он был в таких красивых, там, золотые одежды, все, то есть, и он заходил, святая святых, Кодыша Кадашим, в храме, раз в году в Йом-Типур, и там он произносил имя Бога, и он искупал грехи всего народа, то есть, он был в самом, там, на самом высоком духовном посту уровне в еврейском народе. Он заходил туда, где было самое сильное божественное присутствие в мироздании. И, значит, в первом храме, насколько я помню, в первом храме было всего 12 коинов за 410 лет, и они, то есть, получается, в среднем они по 40, там, между 30 и 40 годами они это делали. Теперь, во втором храме было 300 коинов за 420 лет, то есть, они сменялись каждый год, они сменялись год-полтора, год-полтора, они умирали. Как они умирали? И, когда он заходил в святая святых, у него уже была привязана к наде веревка, и если у него была какая-то не та мысль, какая-то у него была там грех какой-то и так далее, то он умирал прямо там. Его сжигало вот это вот божественное присутствие, этот свет, когда есть, знаете, как есть материалы, вот, например, если мы пускаем электричный титок через какой-то материал, есть материалы, которые нагреваются и сгорают, а есть, которые легко его пропускают, нет сопротивления. Так вот, высокая духовная энергия, если человек, он не готов к этому, как он не готов? Из-за греха, то у него начинает, она его сжигает. И вот эти вот первосвященники, они, значит, они, если были в неправильном состоянии, они умирали там. И сгана Куанима, у них был всегда помощник, второй, как бы, сменщик, да, который довершал эту службу. И вот он был сган, это был, как бы, помощник этих коинов. И много коинов сменялось, а он, а он, значит, продолжал быть этот, раби хайнани, сгана Куаним. Теперь, значит, что было дальше, интересно? Значит, дальше было следующее. Сейчас, секунду, я хочу проверить вот эту вот свою историю. Сейчас я наберу, секундочку, раби хаанина, сган, Куаним. Должно быть про него, про него должно быть написано, пока не нахожу. Помощник, да, заместитель, заместитель коинов. У нас есть про всех, заместитель, Куаним. Есть про всех мудрецов, еврести мудрецы, эпохи Мишны. Ладно, я потом посмотрю, если что-то допишем, я допишу про него. В общем, давайте, что он нам сказал? Что он нам сказал? Он говорит, смотрите, люди, он нам дал совет, молитесь за мир власти, чтобы власть была в мире, за царство. Зачем молиться за царство? Потому что, если царство, оно не имеет силы, то люди, ишит Реу, Хаим Балау, люди будут друг друга глотать живьем. То есть, он нам говорит, помните про природу людей. Вот откуда ты взялся, куда ты идешь, это нам говорил Раби Акавия Бен Мелалель в прошлом Мишне. А он говорит, слушай, посмотри на природу людей. Человек животное. Человек внутри, даже не просто животное, а хуже животного. И по камести он боится, что его сдерживает от того, чтобы не вести себя хуже, чем животное? страх. Страх, сдерживая человека, потому что, если бы не было этого страха, смотрите, есть же разные люди. Есть разные люди, вы скажете, как это так? Я не животное, я это самое. Хорошо, значит, человек в обычном состоянии, он, он, как-то он себя держит, да, то есть он находится в какой-то роли, в какой-то маске. И очень много людей, очень много людей, которые находятся в маске, я хороший человек, в роли такой, да, то есть их в эту роль с детства воспитывали, их с детского садика, там, с песочницы, Машенька, дай там, Наташеньке игрушку, Петичке скажи спасибо, веди себя хорошо, не там, не шуми, не кричи, не пой, будь скромный, ну и так далее, то есть идет постоянно человеку с детства дрессировка такая, да, чтобы он держал себя в руках. Потом, когда он становится уже взрослым, что такое закончить воспитание? Это когда он сам себя начинает внутри дрессировать. Как говорится, что взрослому человеку все те веселые, интересные вещи, о которых он мечтал в детстве, запрещает теперь он сам. То есть с детства ему запрещают взрослые, а когда он становится взрослым, он же может уже все делать, его никто не останавливает, да, но он сам себя уже начинает останавливать, это он стал взрослым, то есть ему вот этот вот голос родителя, он залез в голову, он его дальше сам уже дрессирует, теперь, а в какие моменты это спадает, например, возьмите, посмотрите на пьяного человека, вот возьмите любого культурного, интеллигентного, как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, налейте ему стакан водки, стакан пива, стакан водки, стакан пива, любой там, я не знаю, вистикола, шампанское с коньяком, можно смешивать, да, любые напитки, которые быстро бьют по голове, бьют по голове, и вы видите, как человек меняется, тут же у него вот буквально там короткое время, и значит он меняется, это первый вариант, как проверить, что у человека внутри, то есть сделайте его пьяным, пьяный человек, он выдает то, что у него внутри, и люди начинают себя вести, ну, во-первых, прорывается сразу задавленная сексуальность, у большинства пробивается, то есть с детства это сексуально задавливают, говорят, что надо вести себя в каких-то рамках, и, но когда человек напивается, у него первым делом слетают рамки вот эти вот, сдерживающие его сексуальность, потом дальше, ну, естественно, он ест все, что попало, потом дальше, а внутри же есть у человека агрессия, есть у человека внутри агрессия, теперь, и вот тут, если мы посмотрим на, на людей, когда вдруг, не дай бог, наступает голод, наступает голод, наступают времена, когда нечего кушать, и тут, конечно, это сразу снимает все рамки, человек готов грабить, убивать, чтобы самому кушать, чтобы дети кушали и так далее, то есть это, теперь, во что превращаются люди, мы можем посмотреть во время войн, во время войн, вот, было совсем недавно, закончилась Вторая мировая война, Холокост, полтора миллиона убитых детей, детей убитых, причем интересно, что иногда немцы не успевали дойти до места, как был самосуд, вот эти все погромы там и так далее, то есть природа человека, человек-животное, замотанное в вот эту вот историю о том, как правильно себя вести, теперь, вот, вот это вот, как правильно себя вести, как надо, сила вот этой истории, она очень маленькая, какая сила этой истории, на пачке сигарет написано, курение убивает, и человек знает, что курение убивает, но это абсолютно его не останавливает, если его природа, если его тело, оно ему говорит, я хочу курить, то его даже надпись, надпись, курение убивает, не останавливает, теперь, сказал нам Раби Ханина с Ганакуаним, Он говорит, молись за мир царства, то есть любое царство, оно стоит на страхе, что люди его боятся, если бы люди не боялись, то тогда они бы делали бы, ну, что угодно, грабили бы, убивали бы и так далее, то есть царство стоит на том, что оно держит людей в страхе, и, значит, человек религиозный, а интересно, что мы знаем, в Мишле, да, написано, что сердце царей в руках Бога, то есть Бог управляет царями, а царь управляет, царь управляет народом, причем настолько царь управляет народом, что есть закон такой в Торе, что, вот, например, Бог сказал, почитай папу и маму, теперь, если ребенок не почитает папу и маму, здесь отдано размер наказания в руки папы и мамы, то есть папа может простить неуважение к себе, и тогда Бог ребенка не наказывает, то есть если папа на это не, как бы, не делает акцента, то есть прямо написано, что отецше махаль квадо, квадо махуль, то есть папа, который простил неуважение к себе, то на небе Бог прощает, то есть Бог сказал ребенку, уважай папу и маму, почитай папу и маму, но папа может устанавливать в рамки этого, он может сказать, для меня почитание это и вот такой длиннейший список, и ребенок не проходит по каким, не по всем этим показателям, а потом, значит, ему идет за это наказание с неба ребенку. Или же папа говорит, мне вообще отлично, как он ко мне относится, все отлично, то есть все хорошо, мне все нравится, да, и тогда, чтобы ребенок не делал, он не нарушает, понятная идея. Теперь у царя такого права нет, Бог сказал, что царь, который хочет простить неуважение к себе, он имеет право простить неуважение к себе, потому что царская власть, она принадлежит не царю. Бог поставил царя, если ты пытаешься играть демократию, как первый царь в народе Израиля был Шауль, и Шауль через пророка Шмуэля Бог сказал, идти и уничтожить всех амалеков, уничтожить всех амалеков, уничтожить всех вот этих вот амалетитян. Шауль пошел, и, значит, должен был их уничтожить и их животные, потому что эти амалети, они могли превращаться в животное, то есть они могли переходить в животное, через животное, а потом обратно там переходить человека. Это были амалети. И сказал поэтому Бог через пророка уничтожить всех амалитетян и всех их животных. Теперь царь Шауль, он оставил в живых Агага, одного царя амалекского, и оставил в живых животных, чтобы принести Богу в жертву. На что вышел Шмуэль, и это он сделал, потому что народ его об этом просил. Просил народ как-то, и он пошел на поводу народа. Значит, и вышел Шмуэль и говорит ему, ты можешь быть очень маленьким в своих глазах, ты можешь быть очень скромным в своих глазах. И скромность это хорошее качество, не быть как бы, ну таким великим. Написано, что Бог ненавидит всех гордецов. Так он ему сказал, говорит, ты можешь быть скромным в своих глазах, но ты царь, ты не можешь, то есть царская власть это обязывает. Поэтому ты не можешь идти на поводу народа, все, и сейчас ты потерял свою царскую власть, и так стал царем царя Давид. За то, что он не убил. И пророк Шмуэль, посмотрите, пророк Шмуэль, святой человек, взял меч и, да, амалеки были большими колдунами, это народ, который знал колдовство, мадию. И значит, сам пророк Шмуэль разрубил этого Агага пополам царя. Но Агаг в ту ночь, в которой он был до этого, успел уже с тем-то переспать. И значит, от него пошел потом кто? Пошел от него Аман, Аман, который был Аман Аагади, он был потомок этого Агага. Амалекского царя, представляете? Вот такая вот история. Поэтому, значит, царь, настоящий царь, он должен, чтобы был порядок в стране. Потому что, как только нет порядка, ломается вся система, каждый начинает делать все, что он хочет делать и все. И тогда даже Бог, когда он управляет царем, а царь-то не управляет народом, все. Вот такая вот мечта, которая нам дает понимание о природе власти. Теперь, если люди не боятся царскую власть, тогда они что делают? Они бы друг друга съедали бы живьем. Что это значит? Тогда было бы общество построено по принципу, кто сильный, тот и прав. То есть, было бы так, что каждый, кто сильнее, чем ближний, он его начинает угнетать. Он его начинает угнетать, и кто за него заступится? Никто, царя нету, никого нету. Все, это разруха. Поэтому, должна быть четкая власть. И для народа мира есть семь заповедей для сыновей Ноаха. Семь заповедей для всего мира. То, что Бог сказал Ною, когда спас человечество. Там есть одна повелевающая заповедь. Первая. Это делайте справедливый суд. Самое главное, чтобы был справедливый суд, чтобы был честный закон, один для всех. Его никто не может нарушать. И где такое есть? Есть ли такое сейчас, например, в бывшем Советском Союзе? Я не знаю. Я думаю, что нет, если честно. В Америке, я думаю, что да. Я не уверен, но мне кажется, что в Америке, почему эта страна, она процветающая. И, ну, действительно, она находится на вершине, как бы, да, всей этой пирамиды, что, что, потому что в ней есть, действительно, настоящая власть закона. Власть закона, где закону подчиняются все, хоть президент, хоть сенаторы, хоть демократы. Если там что-то, кто-то нарушает закон, то сразу его арестовывают, садят в тюрьму. Я думаю, что даже в Израиле, вы знаете, интересно, что в Израиле сидит в тюрьме бывший премьер-министр, президент Израиля. То есть, вся власть подчиняется закону. Где-то малейшее, сейчас было против, там, премьер-министра страны, заведено уголовные дела против него, против его жены и так далее. То есть, люди реально, власть должна бояться закона. И когда есть вот этот вот, ну, власть закона, тогда может быть мир. Хорошо. Теперь, значит, давайте подведем итог. Значит, природа людей, люди-животные. И это природа каждого из нас. То есть, здесь можно теперь, если перенести это на себя, как предохраниться от греха. Что, молись за власть царства, что, если бы не страх, не страх, человек ближнего бы съедал живьем. Кстати, страх перед Богом, перед царем царей, это то, что удерживает власть стороны над человеком. И если бы не, посмотрите, как устроен человек. У человека есть набор историй, убеждений, как работает мир. И у человека есть его желание. Что сильнее, история или желание? Желание сильнее, потому что у истории нет энергии. История, это просто история, это объяснение. У объяснения нет энергии. У желания есть энергия. Теперь, раз у желания есть энергия, то желание человека, оно его куда-то тянет. А история должна его останавливать. Теперь, самая сильная энергия у эмоций страха. Маленький паучок может заставить человека так орать и так бежать от него, что, ну, то есть, никакое желание скушать мороженое, так человека не заставит кричать и бежать. То есть, энергия страха, это самая сильная, энергия страха, самая сильная энергия, которая только есть. Теперь, значит, что нам советует Раби Хананис Гана Куаним? Он советует нам использовать энергию страха для того, чтобы пугать свое внутреннее животное. То есть, когда я боюсь Бога, когда я боюсь наказания, когда я боюсь потерять грядущий мир, когда я боюсь согрешить, то этот страх, он создает энергию, которая удерживает Тору на главенствующей позиции в моей системе мировосприятия. То есть, называются, называются религиозные люди, они называются Харидим, тревожащиеся. То есть, они, их называют ортодоксы, извне, это такое внешнее название. Сами люди религиозные, они называют себя Харидим. Счастлив человек, боящийся постоянно. Кого боящийся? Бога. То есть, ты берешь все страхи, которые есть у обычных людей. Чего обычные люди боятся? Что будет завтра? Как я завтра проживу? Как я буду себя обеспечивать? Как будет то? Как будет это? То есть, у обычного человека полно страхов, которые вызывают у него беспокойство, они тоже его заставляют двигаться. Это все или осознанные страхи, или подсознательные. У религиозного человека он все это меняет на один страх. Какой? Страх перед Богом, перед токомолхутом небесным. Он говорит, что бойся Бога, и заповеди его соблюдают. Это мы учили в Каэлите, последний вывод экклезиаста, он был такой. Бога бойся, заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. То есть, страх перед Богом заставляет тебя двигаться в правильном направлении. Что такое правильное направление? Выполнение заповедей и торы, которые тебе обеспечивают спокойную, правильную жизнь. Все. В части этой жизни помолимся, давайте, за шлом шельмахут, чтобы было реально в каждой стране, в которой есть незлодейский молхут, да, чтобы было у молхута, чтобы была шалом, чтобы эти молхуты, не дай Бог, царства эти не воевали друг с другом. Потому что это страшно, когда вот сейчас вот это вот на Донбассе, да, идет война уже сколько времени. 10 тысяч человек погибло, да, 10 тысяч человек убили. Представьте, когда есть убийство какое-то, одно убийство в день, два убийства в день, три убийства в день, это страшно. А это 10 тысяч убитых за, там, несколько последних лет. Это страшно. То есть, когда, самое страшное, это когда нет шалома. И пускай будет у молхута шалом, между царствами пусть будет шалом. И чтобы был закон, а дальше тогда Бог со всем разберется. Все. Всем хорошего дня, удачи, успехов. И с Божьей помощью, да, чтобы у всех было, был шалом внутри. Прежде всего, шалом внутри, шалом в ближнем кругу, мир с ближними. И мир, чтобы был во всем мире, значит, чтобы был шалом. Все. А молхут должен наказывать злодеев, которые хотят этот мир разрушить. И которые хотят друг друга глотать живьем. Пускай вот этот черный мир, они там друг друга все время хватают живьем, глотают живьем. Но чтобы, когда они пытаются выйти в мир честных людей, чтобы молхут их дышь, перебивал. Все. Всем пока. Вот у нас 99, сейчас 100 будет человек с Божьей помощью. Ну давайте. Есть кто-то? Давайте. 100 человек. 100. Есть. Все. Хорошего дня. высыхает. Продолжение следует...